Привет студент! Май в самом разгаре, совсем скоро сессия, но забудем об этом на время и посмотрим свежий выпуск студенческих новостей Универ Ньюс. С тобой Оскар Галимов и сегодня ты увидишь... Шах и мат. Стартовал межвузовский турнир по честболу. Награды достойным. В Казани чествовали триумфаторов всероссийских предметных олимпиад. Увидеть своими глазами. КФУ посетил создатель национального рейтинга вузов Алексей Чеплыгин. Борьба вузов за место в европейских рейтингах кажется бесконечной. И российские вузы далеко не лидеры в мировых топах. Разобраться в этой нелегкой ситуации попыталась Анастасия Иванова. Тема рейтингов университетов в последнее время приобрела большую популярность. Российские вузы не могут войти в первую сотню мировых рейтингов, так как оценка качества образования в России не соотносится с европейской системой образования. Что же мешает российским вузам в продвижении мировых рейтингов? На этот вопрос эксперты ищут ответ еще с появления первых рейтингов. Университеты, именно классические, диверсифицированные, многопрофильные, были разделены в угоду так называемой индустриализации, были разделены по отраслевому принципу. И это сохранялось фактически до начала 21 века. Это разделение, которое отбросило нашу систему образовательную фактически далеко назад. Во время своего визита в Казанский федеральный Алексей Чеплыгин все же отметил и положительные стороны. Например, развитие инженеринговых технологий, а в частности биотехнологии. Как выразился эксперт, будучи за науками о жизни, биофизикой, биохимии и геномикой. А российские университеты в этих сферах имеют хорошие результаты. Вот мне очень сильно понравился зоомузей Казанского федерального университета. Ну я уже в нескольких зоомузеях университетских был, но это вот один из лучших. И он, соответственно, связан как раз с науками о жизни. Начинается-то все от коллекции. От коллекции там червячков, бабочек, жучков, птиц. Вот птицы просто прелесть. В завершении визита руководитель группы национального рейтинга университетов отметил, что КФУ демонстрирует высокие компетенции в сфере управления академическим трудом. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универньюз. Также Алексей Чеплыгин принял участие в заседании ректората КФУ. Гость раскрыл перед участниками ректората некоторые секреты формирования национального рейтинга университетов, а также поделился своим видением будущего Казанского федерального. Более подробно об этом и многом другом мы расскажем вам уже в следующих выпусках. А сейчас продолжаем. Представьте, каково это каждый день с утра до вечера сидеть с книжками, решать задачи и тренировать память. А ведь это всего лишь обычные будни школьников-олимпиадников. 23 мая состоялось чествование лучших школьников Татарстана. Подробнее в сюжете о Дели Валеевой. Так красочно и ярко началось мероприятие, посвященное награждению школьников-олимпиадников Татарстана. Республика Татарстан вот уже четвертый год подряд занимает третье место во всероссийских олимпиадах. И по словам министра образования и науки Республики Татарстан Энгелев Аттахова, ведется большая работа по подготовке олимпиадников для достижения более высоких результатов. Действительно у нас положительная динамика. Когда-то мы были четвертыми среди регионов Российской Федерации после Московской области. Мы сейчас твердо в третьей позиции, тем более хорошим отрывом. Мы ставим задачу на следующий год с Санкт-Петербургом, городом. У них хорошая команда, но мы тоже убеждены, наши ребята тоже достойно выступают и в 2017 году. Всероссийская предметная олимпиада школьников проводилась в четыре тура. Школьный, муниципальный, региональный и заключительный по 24 предметам. Лучшие школьники Татарстана, они на то и лучшие, что обладают большой усидчивостью, терпением и трудолюбием. Была очень длительная, очень нудная. Нужно было перебрать десятки учебных материалов, перечитать книги от корки до корки. И, соответственно, поверхностно заниматься, заниматься, еще раз заниматься. Изучать другой материал, который не включен именно в стандартные учебники. Уделялось большое количество времени. Каждый день с сентября месяца, с шести до полдевятого, мы уделяли время подготовки. Сборная республики Татарстан завоевала 141 призовое место. Это на 32 места больше, чем в предыдущем году. Значит, уровень подготовки школьников только растет. И это не может не радовать. Победителям заключительной в этапе Всероссийской Олимпиады школьников были вручены денежные сертификаты. Ну а нам остается лишь пожелать школьникам очередных побед. От Дили Валеева, Роман Самарин, Универньюз. 21 мая всегда считалась сокровенной датой в истории татарского народа. Ведь это день официального принятия ислама в Олжской Булгарии. Этот священный день пополнился новым памятным событием. Начало строительства Волгарской Исламской Академии. О том, какую роль сыграл Казанский университет в создании Академии, расскажет Диана Авакян. Вспоминаем наших предков. Это земля, где был принят в 922 году ислам. И, конечно же, наша задача сохранить нашу религию, наши традиции, обычаи. Но и самое главное, чтобы сохранить нашу духовность, духовность нашей страны, мы должны иметь достойные учебные заведения. Таким учебным заведением призвана стать Болгарская Исламская Академия. 21 мая был заложен первый камень в будущий Центр Исламского Образования Мирового Уровня. С самого начала масштабного проекта помощь его реализации оказывал Казанский университет. Именно руководству вуза удалось настоять на том, чтобы включить в концепцию по развитию исламского и исламовического образования высшую ступень обучения. Таким образом, Академия станет единственным учебным заведением России, в котором будет вестись углубленная подготовка магистров, докторантов и аспирантов в области коронических наук. Ведь сейчас страна особенно остро нуждается в деятелях ислама, которые могли бы грамотно разговаривать с молодежью и показать им, как жить в мире и согласии. Значительное количество историков, музеологов, культурологов Казанский федеральный университет приняли участие в оценке степени воздействия нового строительства на объекте мирного культурного наследия в Болгарской городище. Дело в том, что само строительство можно было начинать лишь с разрешения Центра всемирного наследия ЮНЕСКО. И здесь мы действительно приложили массу усилий для того, чтобы подготовить это обоснование. Уже через год Болгарская исламская академия сможет одновременно принять порядка 300 учащихся. КФУ будет оказывать методическое сопровождение деятельностью нового учебного заведения. Кроме того, планируется, что Казанский федеральный и Российский исламский институт будут участвовать в отборе преподавателей для академии. В России большое количество выпускников собственных религиозных, образовательных учреждений, мадресе, университетов исламских. Поэтому, наверное, из этого огромного количества молодежи мы могли бы выбрать наиболее талантливых, которые могли бы продолжить свою подготовку здесь, в Татарстане, в Болгаре. Стоит отметить, что в основании Исламской академии гости заложили капсулу с посланием потомкам на русском, татарском, английском и арабском языках. В нем ныне живущие обращаются с просьбой к будущим поколениям хранить духовность и ценности ислама, главными из которых являются мир, согласие и веротерпимость. Возрождение этих основ и будет главной целью Болгарской Исламской академии. Диана Авакян, Роман Самарин, Универньюз. Как всегда, по традиции, команда Универньюз подготовила для тебя подборку самых топовых новостей Рунета. В эфире рубрика «Веб-Ньюз». Президент Татарстана заложил памятную капсулу в основании Болгарской Исламской академии. В содержании свитка обращение к потомкам на четырех языках с просьбой хранить духовность и ценности ислама, мир, веротерпимость и уважение. В Казани проходит Всероссийский форум «Здравница-2016». Его участники обсуждают значение санитарно-курортного комплекса в сохранении здоровья нации. Инициатива жителей Татарстана по отмене ЕГЭ получила поддержку во многих регионах России. Напомним, Национальный комитет родителей организовал сбор подписей против единого госэкзамена 17 мая. За несколько дней волонтерам удалось собрать около 10 тысяч подписей. Медведев выделил КФУ почти миллиард рублей на повышение конкурентоспособности. Право на получение субсидий Казанская федеральная завоевала еще весной этого года на защите дорожной карты перед экспертами Международного научного совета проекта 5100. Байкеры Татарстана открыли мотосезон рекордным пробегом. 21 мая по улицам Казани проехала колонна из 800 мотоциклов. Обширный маршрут пролегал до автодрома «Казань-Ринг», где позже прошло красочное шоу. Казанская «Велоночь» собрала около 5000 участников. В этом году велотуристы совершили экскурсионную прогулку по объектам авиационной промышленности Татарстана и проехали в общей сложности 28 километров. В КФУ может появиться школа парламентской журналистики. С таким предложением выступил председатель Госсовета республики Фарид Мухаммедшин. В Казани начался чемпионат Европы среди женщин-полицейских. За главный приз будут бороться команды из восьми стран. Как из пешки стать королевой? Скорее всего, для этого нужно уметь молчать и хорошо следить за фигурой. Всегда ли это стратегий и строгий расчет? Узнайте в нашем следующем сюжете. Весной этого года исполняется 5 лет с того дня, как в России стали играть в чизбол. И, кстати, придумали эту игру в Казани. Особый вклад в становление чизбола внесли директор Зеленодольского филиала КФУ, а также профессора и доценты Казанского федерального. И в честь небольшого юбилея 21 мая в Казани состоялось открытие праздничного межвузовского турнира. Университет все-таки в чизболе это более первей. И обратную сторону мы тоже ожидаем, что вот эта слава, которую приобретает чизбол, она также послужит славе Казанского федерального университета и по России, и по миру. В турнире приняли участие команды сразу четырех вузов города, а именно студенты КФУ Кнетукаи, Кнетукахты и Кагасу. Чизболисты Кахты уверенно шли к победе, однако игроки с Кагасу все же обыграли сильных соперников. А вот во второй игре федералы, несмотря на то, что понесли потери ферзя, долго удерживали лидирующие позиции. Однако каистам все-таки удалось удивить зрителей волевой победой. Впечатление интересное, новая игра, придумали что-то более интересное для зрителей. Шахматы как таковые, не очень интересно смотреть со стороны тем, кто не понимает в них ничего. А тут посторонний зритель видит эту динамичность, много людей, большие фигуры, все интересно, динамично. И это более зрелищный вид спорта, в отличие от классических. Первые игры межвузовского турнира прошли успешно, а сами участники получили большое удовольствие, принимая участие в этой увлекательной игре. Следующая игра пройдет уже 28 мая. Аделя Мухаммедовична Ленардо Валитьяров, Универ Ньюс. Вот и все новости на сегодня. Любите, и неважно между вами улица или полстраны. С вами был Оскар Галимов, пока. Субтитры сделал DimaTorzok